Ну а пока вы голосуете, мы продолжим рассказ о центральных событиях дня. Торфяные пожары снова беспокоят регион, причем возникают они все ближе к населенным пунктам. Выжженная земля и клубы дыма. Последствия проснувшейся стихии. В нескольких километрах от Иркутска пожары вновь напомнили о себе. На помощь этому древнему злу пришел штормовой ветер. Опасный дуэт в считанные минуты взял курс на ближайшее садоводство. Защищать дома вышли более 40 человек. До домов-то бы как бы далеко и недалеко, а ветер был. И боялись мы за ветер, что ветер задует искру, и все, и мы сгорим. Совместно с пожарными удалось победить стихию за несколько часов. Но загорелись подземные залежи торфа. В том, что этот страшный зверь был разбужен специально, уверены и садоводы, и специалисты. Сотрудниками Министерства внутренних дел, органами государственного пожарного надзора в настоящее время проводится комплекс мероприятий по поиску и задержанию поджигателей сухой растительности. Параллельно с поисками антагониста укращают истроптивый торфяной пожар. Для борьбы с подземным пламенем собрали целую армию. Клич бросили как по частным предприятиям, так и по муниципальным службам. Одни предоставили бульдозеры, другие водовозки и экскаваторы. Первым делом пожар был полностью окопан. Сейчас вот такие минерализованные полосы находятся по всему периметру очага. А это ни много ни мало, около трех гектаров. Теперь даже в случае усиления ветра и появления открытого огня, пожар не покинет локализованную область. Но локализовать не значит одолеть. Торфяные пожары одни из самых сложных. Необходимо перепахать и пролить водой каждый квадратный метр поля. То, как идет процесс тушения, волнует всех. От крестьян до рыцарей. В этом году намного больше техники задействовано. То есть в том году одна-две машины тушила. А в этом году, то есть видно, что масштабное такое. Ну, конечно, результат видно, что два дня уже нет пожара. Полностью победить гиенну огненную планируют уже сегодня к вечеру. И это действительно быстро. А все потому, что работают сообща. Ведь если вместе делать одно дело, то и огонь не так страшен. Евгений Шуев, Михаил Глызин. Новости по будням.